Предельная концентрация прицеливания пуск. Десятки журналистов проверили свою меткость под опытным руководством спецназа. После примерили их экипировку, общий вес которой больше 10 килограммов. Для хрупких девчонок серьезная ноша. Обычно сотрудники спецназа экипируются всего за 30-40 секунд, но журналисты это явно будут делать дольше. Вот эта часть экипировки называется черепаха. Вот и я буду одеваться как черепаха. Проигравших в этапе экипировки не оказалось. Защиту надели все. Пусть и дольше обычного. Так впервые журналисты участвуют в военно-спортивных играх на базе спецназа «Легион». Отработка тактических приемов, а после маскировка специальной краской. Это позволяет быть максимально незаметным. Это не видно лицо получается в инфракрасном диапазоне, прицелы в ночные и прочие вещи. А обычно человек может купить такую краску? Я сомневаюсь в этом очень глубоко. Далее полоса препятствий. Сначала мастер-класс по прохождению показали сотрудники спецназа, затем журналисты. Парням полоса покорилась в считанные минуты, а вот из девушек рискнула только одна. Главный редактор «Комсомольской правды» Ольга Ведерникова. Вы знаете, адреналин играет в крови, эмоции прут, и просто думаешь, жизнь в кайф. Самое сложное, наверное, вот эта стена все-таки на нее вскарабкаться, потому что, знаете, вот так, если образно говорить, для каждого у нас есть какие-то стены по жизни, да, образные такие, мы тоже на них карабкаемся. А это реально физическая стена, которая говорит, если ты смог делать это физически, то любую психологическую стену ты в 100% преодолеешь. Какое самое сложное препятствие было? Ну, рукоход, вон те турнички, лестница длинная такая. Чем это сложно? Ну, это просто нужно цепляться, раскачиваться и пройти это. Ну, а так в целом нормально. Также для представителей СМИ организовали выставку показ вооружения. Самых ярых участников военно-спортивных игр прокатили на бронетранспортере. Каких-то 30 км в час, а укачивало знатно. Ребята вообще, парни, прошли отлично. Особенно первый, да и все хорошо прошли. Тем более девушка, я вообще удивился, что девушка перелезет через забор. В конце необычных спортивных игр каждый получил медаль. Символическое поощрение приятно, но запомнят участники эти испытания по другой причине. Как минимум, каждый испытал себя еще в одной сфере. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...